Здравствуйте, друзья! Как причащать младенцев, самых маленьких, которых приносят на причастие, которые сами еще не приходят, сами не могут повернуться, открыть ротик, еще машут ручками во время причащения. Как это делать? И какие вообще важные моменты есть в причащении, какие правила нужно знать, чтобы избежать каких-то таких неприятностей во время причащения. Об этом я хочу сегодня рассказать и даже показать. Первое, как поднести младенца и как его положить на ручку и как ему помочь причаститься, я попросил показать нашу прихожанку Юлию, а я прокомментирую то, что она будет делать. Кладем ребенка на правую ручку, придерживаем правой рукой его руку и аккуратненько пальчиком открываем ему ротик. Вот и все. Дальше, после того, как вы причастили младенца, очень важно проследить за следующими вещами. Первое, чтобы во время причастия ни в коем случае ни одна даже маленькая капелька причастия не попала никуда, ни на одежду, ни на, в общем, никуда не попала. Если вдруг вы заметили, что маленькая капелька причастия вдруг коснулась где-то одежды вашего ребенка, вот ту часть, где осталось причастие, пожалуйста, вырежьте аккуратненько ножничками, сделайте там заплаточку, зашейте, заштопайте как-то эту часть и отдайте вот, да, вот этот кусочек ткани соприкоснувшейся с причастием в алтарь и батюшки там, да, знают, что с ним нужно делать. Еще, может быть, даже более неприятная ситуация, если вы не уследили и ваш ребенок отрыгнул молочко там или смесь, которыми вы его кормили, этого ни в коем случае нельзя допускать. Конечно, следите, пожалуйста, да, родительская мудрость должна вам подсказать, да, когда ваш ребенок не отрыгивает уже, не причащайте его тогда, когда он может отрыгнуть пищу, да, после причастия. Так вот, если вдруг, не дай бог, произошла такая ситуация, что вот отрыгнул ребенок пищу вместе с причастием, то, пожалуйста, тоже всегда нужно под рукой иметь салфеточку, все это аккуратненько вытереть, да, у ребенка и эту салфеточку с остатками вот этой пищи, отрыгнутой после причастия, также нужно отдать священнику и он также знает, что с этим делать. Вот, давайте будем причащаться аккуратно, с молитвой, с правильной подготовкой. И вот, всего вам доброго!